Вот такое утро. Беспорядок, разбросанные вещи, немытая с вечера посуда. Все это очень угнетает. Если с самого утра видеть такую картину, то день явно пройдет менее удачно, чем хотелось бы. Но со всем этим можно справиться. Привет, меня зовут Катя, и сегодня поговорим о бардаке, о том, как он влияет на нашу жизнь и, конечно, как от него избавиться. Вообще все статьи о бардаке, о беспорядке начинаются с того, что нужно стремиться к тому, чтобы он вообще не возникал. Нужно покупать меньше вещей, постоянно расхламляться и все тому подобное. Но давайте поговорим все-таки о реальности. Бардак случался со всеми. Он заглядывал в жилище каждого, даже, наверное, к минималистам. И что же все-таки с ним делать? Как от него избавляться? В этом видео будет 5 нетривиальных советов о том, как победить беспорядок и жить спокойной жизнью. Перед тем, как начать борьбу с беспорядком, надо понять, где он чаще всего у вас возникает. Для себя я выделила следующие зоны. Это прихожая. Тут я бросаю ключи, украшения и очень сильно захламляю полку. Второе. Это одежда на стульях или диване. Я часто ее бросаю куда-то, не вешаю в шкаф и не бросаю сразу в стиральную машину. Поэтому возникает бардак. Третья область. Это область плиты на кухне. Ну, тут сами понимаете, как что-то готовишь, возникает полный хаос. И четвертая область. Это полка с косметикой и нижним бельем. Здесь бардак возникает, потому что я пользуюсь этими вещами каждый день и не всегда возвращаю все вещи на свое место. Итак, лайфхак номер один. Когда я осознала, что у меня уходит огромное количество энергии на то, чтобы просто устранить беспорядок, я решила воспользоваться советами из книги Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок». Там автор советует делить все задачи на четыре категории по степени срочности. И для своей анти-бардак-миссии я разделила все задачи на три категории. Ежедневные, еженедельные и сезонные. Ну, сезонные нам сейчас не очень интересны. Это какие-то глобальные дела по уборке. Может быть, мойка окон или разбор шуб перед зимой. Это все очень глобально, и каждый человек выбирает свою дату. Что же нам интересно, это ежедневные дела и еженедельные. Важно! В каждую категорию задач, ежедневные или еженедельные, нужно планировать не более трех дел. Почему? Потому что наш мозг любит концентрироваться желательно на чем-то одном. Поэтому даже три задачи, например, помыть посуду, пропылесосить и вынести мусор, это уже сложно для нашего мозга, он, конечно, начнет отвлекаться. Поэтому возьмите себе максимум, вот максимум три задачки, а лучше две, и впишите их в свой план. Так вы перестанете тревожиться о том, что нужно сделать много всего. У вас будет четкое задание, что, как и когда. Итак, главное в борьбе с бардаком, это первые две категории. В ежедневные дела, которые выполняются неукоснительно, я для себя включила. Первое. Мыть посуду после каждого приема пищи, сразу, ну или складывать в посудомойку. Второе. Складывать одежду в шкаф, сразу как переоделась, ну или кидать в барабан машинки. И третье. Никогда не оставлять кружек на столе или возле телевизора. Для того, чтобы все было под контролем, я себе купила вот такой вот планер на холодильник и записываю здесь задачки. То есть, вот из важного, что мне нужно сделать, например, сегодня, это разобрать шкаф. Это, может быть, еженедельная задачка, например, ванная. Там я должна проверить, все ли баночки у меня стоят красиво и аккуратненько. Очень помогает вообще для разных задач, в том числе и для борьбы с бардаком. Имейте в виду. Да, вот эта история с одеждой у меня действительно очень остро стоит, потому что я люблю прийти и сразу все кинуть куда-то на диван. Но, помните, мы с вами разбирали шкаф по методу Мари Кондо. И сейчас вот просто, клянусь, я не прибиралась специально для съемки этого видео. Покажу, что же у меня происходит в шкафу после пяти месяцев, наверное, того, как я начала использовать этот метод. Вот так выглядит мой шкаф. Мне удается сохранять относительную чистоту. Мне стало очень удобно использовать вот футболочки. То есть я реально складываю. Я не складываю в такой идеальный рулон, как говорит Мария. Но не получается, не хватает у меня, конечно, сил, дисциплинированности. Но, посмотрите, мои все спортивные одежды лежат прекрасно. Да, никаких не возникает. Ну, тут, может быть, не совсем идеально, но в целом гораздо лучше. Если мы посмотрим на мой шкаф такой платиной, тоже, в принципе, все нормально. Вот джинсы вот так лежат. Очень удобно с брюками. То есть я до сих пор пользуюсь. И для того, чтобы бардака у меня не возникало, именно самое главное, я понимаю, что ежедневная задача – это пришла, сняла одежду и сразу, сразу распределила. Либо в шкаф, либо в барабан. То есть в стирку. Итак, в ежедневные задачки у меня входят отношения с одеждой. Обязательно повесить ее в шкаф. А что касается еженедельных задач, так это вечерний, воскресный чекап моей прихожей. Это одно из самых захламленных мест в моей квартире. И я решила, что каждое воскресенье вечером я убираю все лишнее. Я разбираю все вещи, которые набросал туда в течение недели. Развешиваю зонтики на свое место. Обязательно разбираю все украшения, потому что я очень все это люблю. И проверяю, чтобы все в воскресенье вечером там было чисто и аккуратно. Делаю это раз в неделю. И вторая еженедельная задачка – это чекап в ванной. В ванной очень важно наводить порядок, потому что здесь может быть очень много бардака. И нужно обязательно расставлять все свои баночки, скляночки, чтобы они все стояли хорошо. Да, и все было красиво и эстетично. Да, вот тут уберу вот это. Оставлю вот так. Вот так какие-то. Разложу еще истории. Вот. Вот так уже гораздо лучше. Лайфхак номер два. Мой любимый. Называется метод помодорро. Ну, или метод помидорки по-русски. Возможно, вы о нем слышали. Его автор – итальянец Франческо Чирилло. Он придумал его, когда учился в колледже. Что же это за метод? Это метод 25 минут работы. Мы берем таймер, ставим ровно 25 минут и работаем все это время без перерывов. Потом 5 минут перерыв, и можно начинать следующую помидорку. Что важно, в течение этих 25 минут мы не можем отвлекаться ни на что. Если вам позвонили, постучали в дверь, и вы как-то отвлеклись, начинаем помидорку заново. То есть 25 минут я занимаюсь только уборкой. Хожу, протираю пыль. Или решаю, что сегодня я прибираюсь в зале. Или это моя любимая кухня. Но ровно 25 минут. Не минуты больше. Если вы не успели что-то закончить, останавливайтесь. Все равно дышите 5 минут. Можете за эти 5 минут полистать в соцсети или поставить лайк на наши видео. Все что угодно, но только 5 минут. И начинаете следующую помидорку. За 25 минут можно сделать больше, чем вы планировали за всю неделю. Лайфхак номер 3. Делегирование. Здесь нужно понимать, что если в квартире проживают несколько людей, то уровень беспорядка, конечно, зависит от каждого из них. Дело в том, что очень часто мы говорим, просто приберись, не бросай вещи, убери. И все это выглядит довольно абстрактно. Что же предлагаем делать мы, так это дать каждому члену семьи конкретное задание. Например, любимому мужу можно мягко и нежно сказать. Дорогой, твоя задача класть носки сразу в барабан стиральной машины. А ребенку объяснить, что вот именно этот мячик нужно класть вот в эту коробку. Конечно, о том, как приучать детей к порядку, это целое отдельное видео. Оно может быть длинное, сюда можно пригласить психологов и других разных специалистов. Но попробуйте начать с одного маленького шага. Дать одно задание, которое спасет всю квартиру и будет лучшим заданием в миссии. Анти-бардак. Ну а если в квартире проживает один житель, как в моем случае, то можно попробовать делегировать клининговым службам. Ну или, по крайней мере, вписать это в свой бюджет. Вздох облегчения гарантирован. Нет, ладно, я сэкономлю, сама уберусь. Но вот очень классно, когда они окна моют и зеркала. Итак, лайфхак номер 4 для самых ленивых называется принцип главного раздражителя. Или я не лягу спать, пока не. Вот какое-то одно дело нужно будет обязательно выбрать для того, чтобы не портить себе настроение с утра. Одна из самых ужасных картинок с утра в плане бардака может быть вот такая. Вот какой-то захламленный стул. У кого-то это прикроватные тумбочки. Если я вот с утра проснусь и увижу вот это, у меня настроение точно испортится. Поэтому главная задача вечером обязательно сложить всю одежду в шкаф. Для меня второй момент это моя полка с косметикой. Если я с утра встаю и начинаю краситься и вижу, что все мои помады, карандаши, все это разбросано, возникает плохое чувство. А я не хочу плохих чувств. Поэтому с вечера я обязательно проверю свой органайзер, чтобы все туши, помады, все-все-все стояло ровненько и красиво. Вот одна из моих ежедневных задач – это проверка полки с косметикой. Признаюсь, я специально захламила это все для видео. Я так не живу. Это очень важно, потому что я приучилась. И бардак вот в этом месте никогда у меня не присутствует практически. Что я для этого сделала? Я купила себе органайзеры, куда я складываю косметику. И для меня важно каждый вечер, чтобы вот вся моя косметика стояла красивенько, ровненько. Да, какие-то заколочки, блески, уши и так далее. Девочки сейчас поймут, сколько всего бывает. Вот я это все собираю и ставлю так, чтобы все это выглядело эстетично. Вот это все мне с утра вообще не хочется видеть. Главное, чтобы была чистота. Ну и лайфхак номер пять. Называется он «Коробка для бардака». Как бы мы ни стремились к идеалу, к какой-то безукоризненной чистоте, беспорядок все равно будет возникать. И иногда случаются моменты, когда нам ну очень лениво что-то делать. Да, мы пообещали себе не ложиться спать, пока не разберем полку с косметикой. Ну а вдруг? Ну вдруг вот что-то все-таки произошло. Вот такая коробка поможет вам избавиться от этого плохого чувства вины. Просто ставите ее куда-то в укромное место. И каждый раз, когда ну вот совсем нет сил, просто туда бросаем все, что плохо лежит. Но потом обещаем себе обязательно ее разобрать. Хотя бы в конце недели. Ну иначе другие дела не дадут вам это сделать. Поэтому поставьте себе вот такую коробочку, но обещайте не пользоваться ей ежеминутно. Ну как обычно, кухня это место, которое захламляется чаще всего. Поэтому ежедневные задачи здесь у меня 100% это мыть ее посудой. Никогда не оставлять ничего в раковине на ночь. Обязательно либо мыть, либо складывать в посудомойку. Конечно же, следить за областью плиты, потому что там бывает очень много всего нехорошего. И, пожалуй, сейчас я прямо этим и займусь. Очень хочется избавиться от всего этого бардака и сделать свою кухню красивой. Но если делать каждый день по чуть-чуть, будет гораздо лучше. Вот такие пять нетривиальных советов по тому, как избавиться от бардака. Честно, именно эти советы просто спасли мою квартиру от забардачивания. Этот глагол, между прочим, я сама изобрела. Что самое главное помнить? Это то, что бардак и беспорядок будут появляться обязательно в вашей квартире. Не нужно стремиться к какому-то перфекционизму, стерильности и идеалу. Его не будет. Постоянно будет что-то проливаться на пол. Неожиданно будет убегать кофе из турки и много разных вещей. Но не стоит переживать. Нужно сразу знать, что это входит в мой план. И просто пользоваться теми советами, которые вы сегодня услышали. Напишите, что вам помогает спасать ваше жилье от беспорядка. И какие советы из наших вам понравились больше всего. Ну, а мы увидимся в следующих видео. Пока-пока!